В выпуске Евгений Куйвашев обсудил с правительством региона вопросы поддержки педагогических и медицинских кадров на местах. Глава региона одобрил проект «Урал. Территория качества». Ребята, отличившиеся на сменах Центра «Золотое сечение», станут кадровым резервом области. Екатеринбургу 294. Сергей Никитин вновь объявил голодовку. Талантливых артемовцев собрали яркие краски лета. День российского флага оригинально отметили в поселке Кирова. И вновь праздник, теперь день улицы. Кадры нужно не только обучить и вырастить, нужно создать для них достойные условия жизни и работы. Об этом шла речь на заседании регионального правительства под председательством Евгения Куйвашева. Глава региона Евгений Куйвашев на заседании правительства поручил заместителю губернатора Павлу Крекову изучить ситуацию в муниципалитетах области и внести предложение, необходимое для решения жилищного вопроса и закрепления педагогических кадров в территориях Свердловской области. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что, несмотря на то, что вопросы обеспечения жильем учителей школ, воспитателей детских садов – это полномочия органов местной власти, необходимо внести предложения по мерам, которые будут способствовать решению этого вопроса. Я знаю, что не во всех муниципалитетах такая ситуация. Но где возникает, надо внимательнейшим образом изучить. Как пояснил министр общего и профессионального образования Юрий Бектуганов, поддержка педагогических работников области получает все большую актуальность в условиях выполнения, поставленной президентом России, задачи по развитию сети общеобразовательных учреждений, созданию новых мест в школах и обеспечению односменного обучения школьников. Все это требует увеличения квалифицированных педагогов. Поэтому в муниципалитетах распространена практика заключения соглашений с профильными учреждениями для целевой подготовки специалистов, а также предоставления жилья молодым педагогам в рамках действующих муниципальных программ и использования различных инструментов поддержки. Юрий Бектуганов рассказал, что ежегодно в систему образования вливается около 800 молодых специалистов. По его словам, необходимо учитывать тенденцию увеличения количества педагогов, в том числе с точки зрения жилищных вопросов. Министерство будет с каждым главой отрабатывать возможные варианты обеспечения жильем, в первую очередь исходя из возможностей муниципалитета, а при необходимости разрабатывать областную программу по аналогии с программой по здравоохранению. Евгений Куевышев отметил, что серии рабочих выездов в муниципалитеты Свердловской области и встреч с жителями показали. Именно закрепление кадров в территориях, обусловленное возможностью приобретения собственного жилья, в большей степени интересуют уральцев. Глава региона обратился к соответствующим министерствам с просьбой детальным образом отработать эту программу. Меня интересуют сроки предоставления жилья и, конечно же, сроки перехода права собственности. В каком виде и как. Я прошу не откладывать это в долгий ящик. Программа начнет работать с 1 января 2018 года. Напомним также, что в ходе изучения опыта УГМК «Холдинга» в Красноуральске по жилищным программам для сотрудников предприятий компании глава региона договорился с генеральным директором Андреем Казицыным об участии бизнеса в программе обеспечения жильем медработников. Строящийся коттеджный поселок «Молодежный» в Красноуральске планируется расширить с учетом потребностей реализации этой программы. Вряд ли найдутся люди, которые ни разу не сталкивались с фальсификатом. Бороться с недобросовестными производителями можно разными способами. Один из них главе региона предложили члены Ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при Уральской торгово-промышленной палате. Евгений Куйвышев дал поручение областному правительству проработать возможность реализации проекта, который позволит обеспечивать учреждения Свердловской области только качественной продукцией при проведении государственных и муниципальных закупок. О своем проекте «Урал. Территория качества» рассказала руководитель Ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при Уральской торгово-промышленной палате Наталья Филиппович на встрече главы региона с представителями малого и среднего бизнеса региона. Встреча на площадке УТПП прошла уже во второй раз. И, как отметила модератор мероприятия, уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, обещают стать традиционными. В мероприятии принял участие президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и около 70 малых и средних предпринимателей региона. Правительство Свердловской области в постоянном режиме ведет работу над улучшением инвестиционного климата в регионе, над поддержкой предпринимательской инициативы. За 2016 год в целом по Свердловской области в реальном денежном исполнении оказана была поддержка и помощь малого и среднего бизнеса в объемах 3,6 млн. рублей. В Свердловской области создана необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства. Это бизнес-инкубаторы, технопарки, фонды, информационно-консультационные центры. В 2016 году поддержку получили около 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, благодаря чему в Свердловской области были созданы 2,5 тысячи новых рабочих мест. Всего же в регионе работают свыше 200 тысяч малых и средних предприятий. К уровню 2011 года их число выросло в полтора раза. На встрече представители бизнеса задали большинство интересующих их вопросов. Речь шла в частности о налоговых режимах для малого предпринимательства, создании в муниципалитетах региона территории опережающего развития, работе органов, контролирующих бизнес. Руководитель Ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при УТПП рассказала главе региона о своей работе по мониторингу качества продукции, закупаемой для социальных учреждений одного из муниципалитетов региона. В ходе проверок установлено, что среди продуктов, поступающих в больницы, школы и детские сады города, есть фальсификат. Чтобы не допускать этого, Ассоциация изучила опыт других регионов. И на основе этого разработала проект, который предлагается назвать «Урал. Территория качества». Наталья Филипповича от лица сельхозпроизводителей и потребителей предложила всем добросовестным производителям и поставщикам продукции проходить добровольную сертификацию своих товаров и получить знак «Уральское качество» с тем, чтобы только обладатели такого знака могли участвовать в тендерах. Евгений Куевышев в целом оценил инициативу и дал поручение областному правительству изучить вопрос о реализации проекта таким образом, чтобы не возникало противоречий с федеральным и региональным законодательством. Среди обратившихся к главе Свердловской области предпринимателей также директор ООО «Чедолини» Юлия Лапаницына. Компания производит детскую одежду, школьную форму и работает на рынке уже несколько лет. При этом в качестве материала «Чедолини» использует ткани Свердловского комвольного комбината. В 2016 году компания получила грант для начинающих предпринимателей от областного фонда поддержки предпринимательства. Руководитель предприятия спросила у главы региона об инструментах поиска инвесторов для того, чтобы наладить розничные продажи своей продукции. Евгений Куевышев рассказал о существующих путях развития предприятия и поручил областным органам власти продолжать взаимодействие с компанией. По словам главы региона, именно бизнес, который строится на сотрудничестве местных предприятий, отвечает задачи по импортозамещению, поставленной руководством страны. В регионе много делается для того, чтобы создать мощную и профессиональную кадровую базу. Этому способствует и открытие Уральского образовательного центра «Золотое сечение», где занимаются поддержкой и воспитанием талантливых ребят. Одаренные школьники, проявившие себя в Уральском образовательном центре «Золотое сечение», станут кадровым резервом региона. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куевышев на конференции, приуроченной к завершению первой смены в Центре поддержки талантливой молодежи. «Одаренные школьники, проявившие себя в ходе смены, должны всегда оставаться в поле зрения как органов власти, бизнеса, образовательного сообщества и, конечно же, средств массовой информации. И когда они поступят в ВУЗ и когда пойдут работать молодыми специалистами на предприятия, такая поддержка очень поможет им в жизни. Она поможет вырастить достойные кадры». Евгений Куевышев назвал хорошим знаком то, что представители промышленных корпораций Среднего Урала уже встречались с детьми, выступали экспертами даже на промежуточных этапах подготовки проектов. По мнению главы региона, это показатель того, что руководители ведущих предприятий заинтересованы в притоке талантливой молодежи. Евгений Куевышев считает необходимым увеличить число региональных конкурсов по научно-технологическим разработкам и проводить их совместно с промышленниками. Под их повестку и заказ. Он подчеркнул, что это будет выгодно для всех предложений, учитывающие потребности всех сторон. Эту позицию поддержала Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса». Совершенствованию работы с талантливой молодежью на Среднем Урале будет способствовать созданию для золотого сечения собственной базы. По словам Евгения Куевышева, она расположится близ технопарка «Университетский». Организационная работа уже завершена. В последний день работы золотого сечения Евгений Куевышева и Елена Шмелева ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены. Так глава региона померил температуру с помощью разработки участников смены «Хелс Брайслет». Кроме того, школьники продемонстрировали созданный ими модуль для очков «Си Ай». Что-то можно быстро реализовать, что-то нужно доработать. Но в целом я очень доволен тем, какие темы были выбраны ребятами. Это очень жизненно и восхищает то, что в таком молодом возрасте люди задумываются о решении проблем, которые даже взрослые не задумываются. Поэтому я очень рад и уверен, что большинство разработок обязательно найдет свое место в жизни. Обязательно наше министерство профильное свяжется с проектировщиками, конструкторами. Мы посмотрим, что можем сделать. «Золотое сечение» стало первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального «Сириуса». Центр, открытого в Сочи при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В декабре 2016 года Евгений Куйвашев и Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса», подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для создания Свердловского центра поддержки талантов. Проект реализуется при поддержке научного и предпринимательского сообществ. Важно, что работа с молодежью в Свердловской области сегодня выходит на новый этап развития. Так, ключевым направлением программы «Пятилетка развития» станет развитие человеческого капитала, которым будет заниматься «Золотое сечение». В конце прошлой недели в Екатеринбурге состоялся День города, и множество артемовцев стали участниками праздничных мероприятий. Свердловчан с 294-й годовщиной столицы региона поздравил его глава Евгений Куйвашев. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом дали старт праздничным мероприятиям, приуроченным к 294-й годовщине со дня основания города. Празднование началось на площади 1905 года с церемонии поднятия флага – культурной программы Дня города. Здесь, на импровизированном стадионе, городу уже совсем скоро встречать команды мирового первенства по футболу. Болельщиками стали представители всех семи районов областного центра. В то же время городу Екатеринбург теплый и детский любимый. Он является местным движением умных детских талантливых людей, которые приносят на наш город новую идею и нового развития. Именно наш город славится своими ветеранами, которые достойным образом обучают и назовляют на нашу молодежь. Глава региона пожелал екатеринбургцам счастливой жизни в любимом городе и выразил уверенность, что к своему 300-летию город подготовится самым лучшим образом. Обрастет новыми проспектами, домами, парками. Вместе с председателем законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной, сенаторами Аркадием Чернецким и Эдуардом Росселем, временно исполняющие обязанности губернатора Среднего Урала и глава городской администрации, понаблюдав за финишем спортсменок на открытом чемпионате и первенстве Свердловской области по лыжероллерному спорту, стали гостями праздника цветов «Заповедный сад». Именно так в этом году организаторы назвали праздник. Традиционно он проходил в сквере на Октябрьской площади и был приурочен к году экологии. Районы в том или ином виде разбили здесь эко-сады. Вот и поселившаяся в эко-доме железнодорожного района Ворона Капитолина, известная каждому екатеринбуржцу, ведущая детских передач на Четвертом канале призналась, что дел в год экологии у нее не в проворот. Недавно, например, она участвовала в велопрогулке Тур-де-Шортаж. Вместе с сотнями горожан, которые каждый год приходят на праздник цветов, чтобы принять участие в мастер-классах и купить рассаду, Евгений Куевышев оценил экспозиции всех районов и отправился на выставку ретро-автомобилей, расположившуюся на проспекте Ленина. Возложение цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму Дегенину еще одна добрая традиция, участником которой стал глава региона. Гостей церемонии встречал оркестр штаба Центрального военного округа и рота почетного караула. Евгений Куевышев вместе с другими официальными лицами, почетными гражданами Екатеринбурга и даже гостями из-за рубежа поздравить Екатеринбург приехала официальная делегация города Побракима Гуанчжоу, возложил к монументу красные гвоздики. Праздник Екатеринбурга – это праздник и для всех жителей региона. К местным новостям кто-то из артемовцев назовет этого человека неугомонным, а кто-то упорным. Сергей Никитин вновь начал голодовку. В связи с чем в нашем материале. День флага Российской Федерации – истинный патриот своей родины. Активист, пенсионер города Артемовского Сергей Никитин отметил, начав очередную бессрочную голодовку. Кстати, уже пятую по счету в 2017 году. Главной причиной голодовки пенсионер называет безразличие чиновников муниципальной власти и в том числе Восточного управленческого округа. Уже второй день провожу бессрочную голодовку, уже пятую, на 2017 году. С требованием прежде всего не позорить и флага Российской Федерации, и флага Победы, и памяти наших солдат-победителей, чтобы защищали нас и спасли Великую Отечественную войну. И вот мои требования до сих пор остаются, к сожалению, те же самые. Прежде всего, мое требование, упор, главное, должен защищаться закон по обращениям гражданам. То есть у меня уже голодовка проводилась с 1 по 10 мая, ее в принципе в интернете даже хорошо освещали, прежде всего наше Артемовское телевидение начало освещать эту голодовку мою. Так вот, я получил не менее, наверное, 100 ответов, то есть мешок от Писок, точнее говоря. Требую, чтобы смертельные угрозы устранились как можно быстрее в виде кондиционных колодцев незакрытых. Потому что вот с конца июля у меня вот это лежит, даже от начальника Восточного округа Клевца, у меня отписка, что у нас все люки задраены, у нас по-прежнему питьевые колодцы запрошены. Мало того, что они смертельную угрозу представляют в летние каникулы, они еще даже не обозначены незнаками как опасные, они не огорожены. Еще в мае текущего года Сергей Никитин проводил пикетирование по поводу открытых канализационных люков. Но, получается, его призыв остался в очередной раз не услышан местной властью. У меня было пикетирование, проведено 29 мая 2017 года, возле детства до 14-15. До сих пор там только дощатая крышка на свете сколотенной, их таких сотни в Врачевском районе канализационных бесхозных колодцев. И тогда был ответ самого черного, одного самого черного только, правда, что ООО все задраили, бесхозных нет ни колодцев, ни питьевых колодцев. У нас вообще он утверждает, нет вопросов, по которым не приняты меры. А на деле у нас просто ничего не выполняется, делается одними обещаниями. Бесхозные канализационные и питьевые колодцы, представляющие угрозу для жизни людей, это не единичный вопрос, волнующий по сей день артемовского пенсионера. Напомним, главным требованием Сергея Никитина в объявленную им майскую голодовку было наведение чистоты и порядка на городском кладбище. Ведь остро стоящие проблемы, решение которых, по сути, остается за органами местного самоуправления, так никто и не решил. Все помнят ту генеральную уборку на кладбище, где на славу потрудились и молодежь, и ветераны. Видимо, тогда вместо обещанных больших контейнеров в этом районе установились всего лишь бак возле пруда. С мая по июль. Почему его поставили в обе берега, во-первых, вот этого пруда, там все это просто замусорено. Это надо заставить, прежде всего, самочерного, как главу администрации, чтобы он вычислил вот этот пруд. Потому что все дерьмо, контейнеры часа, это подтвердит любой житель. Песчанки на кладбище приходили, чистились, запазами большими всегда. Ведь мусор, как говорится, порой просто верхушку сметал вот в этот пруд. А вода бежит в реку, в Бобровку, где купаются опять же жители Артемовского района. По-прежнему в Артемовском остается без внимания местной власти и колодцы, превратившиеся уже в труху. Вот это по общее кольцу получается, у нас бесхозных колодцев нет, вот видите. И вот просто покойный тут Владимир Семенович заколотил, вот этот, это ЖКХ все сделали, колодец. Он зарегистрировал, все. И вот от него что осталось. Вот эти гнилушки, они отпадут сами по себе. Глубина там, конечно, приличная, метр в десять. Просто оторвут это все и кто-нибудь туда слегнется. Сергей Никитин убежден в том, что все плохое, что окружает нас в жизни, происходит по одной причине. Не выполняется закон по обращениям граждан. Власти на местах мало того, что бездействуют и пишут отписки, но и стараются не доводить всей информации до вышестоящего руководства. Держит, так сказать, областную власть в неведении. С ответа Н.А. Клебец, управляющий Восточным управленческим округом, от 26 июля я получил, по крайней мере, вот это письмо. Все вопросы рассмотрены администрацией Восточного управленческого округа Северодской области совместно с администрацией муниципального образования Тептемский городской округ. И, в общем, по результатам рассмотрения установлено следующее, что за всеми местами захоронения четкий уход, порядок. И что вопрос, еще раз повторяется, бесхозных кондиционных фермирующих колодцев, сообщая, что предприятия ООО «Экология колодцев» закрыты. Подрезка старых высоких деревьев, сообщаю, осуществляется МУП ЖКС, согласно заявлению граждан, и формируется тоже, согласно их заявлению, перечень деревьев, лежащих подрезки. Так что, выходит, что у нас, как говорится, у господина Самочерного, у Калевцова, по народной пословице, а у нас везде квас. Проблемы, о которых не молчит Сергей Никитин, это проблемы муниципалитета. Их решение напрямую зависит от муниципальной власти. Но власть по-прежнему молчит и бездействует. Пишет отписки на обращения граждан. И сдает отчеты областному правительству, что в районе все замечательно и вопросов нет. А у Сергея Никитина борца за правду и справедливость – очередная голодовка. Ведь именно так он считает, можно добиться действий от власти и решения насущных проблем. К приятному. Хотя лето и подходит к своему завершению, артемовцы не спешат расставаться с ним, его ощущениями и, конечно же, яркими красками. Концертная программа «В ярких красках радужного лета», которая состоялась в стенах Дворца культуры «Энергетик», подарила массу невероятных радужных и по-настоящему летних эмоций артемовцам. Кто пришел в это учреждение культуры, чтобы поддержать талантливых земляков и насладиться их прекрасным вокалом. Дорогой, любимый зритель! Украшен ярко зал огнями. Сегодня вы в гостях у нас. Для нас, поверьте, встреча с вами, как светлый праздник. В добрый час! Подарим друг другу аплодисменты в этот летний день! Идея фестиваля поддержала бизнес-сообщество, в частности, Уральская торгово-промышленная палата. Инициатива нашла понимание и в правительстве Свердловской области. Ведь народное творчество несет в себе колоссальный позитивный заряд, объединяя людей разных профессий, возраста и социального статуса. Бурные овации звучали и в честь участников концертной программы «В ярких красках радужного лета». Ведь каждый артист, выходивший на сцену, был награжден дипломом участника народного фестиваля «Уральские самоцветы». Завершала концерт финальная песня талантливых жителей Артемовского. Прошедшая неделя была ознаменована важным событием – Днем российского флага. Праздник отметили и жители небольших населенных пунктов, входящих в Артемовский городской округ. В одном из них, поселке Кирово, побывала наша съемочная группа. В поселке Кирово на улице Дзержинского состоялся традиционный спортивный праздник, который был посвящен Дню российского флага. Организаторами мероприятия, объединившего жителей поселка всех возрастов, выступили отдел по работе с детьми и молодежью администрация Артемовского городского округа, учреждение по работе с молодежью «Шанс», некоммерческое партнерство «Урал без наркотиков» и Центр культуры и кино Родина. Поселка была наш. Праздничная программа была насыщена различными конкурсами, играми и спортивными состязаниями. Ребята играли в дартс, в шашки. Для малышей была проведена веселая эстафеда по правилам дорожного движения. Работниками культуры Центра ДК и кино Родины была проведена игровая программа с применением и знаниями, знаниями символики Российской Федерации. В рамках праздника для детей и подростков была организована масса развлечений. Так мальчишки и девчонки с огромной радостью катались на карусели, прыгали на батуте, играли в стритбол, шашки, рисовали мелками на асфальте и с удовольствием участвовали в конкурсах и эстафетах с мультгероями. Праздник удался на славу, его организаторы очень постарались, чтобы сделать это мероприятие интересным, ярким и динамичным. Но в завершение организаторы обратились к взрослым с призывом постараться облагородить дворовую территорию, а именно ту самую площадку, где проходил праздник. Хотелось бы с жителями данной территории провести благоустройство данного корта. То есть корт нуждается в покраске, в благоустройстве, в приборке. Обязательно нужно организовать данное мероприятие, украсить его, свой двор. Праздник подарил детям массу ярких эмоций и впечатлений. Кроме того, ни один участник не остался без сладких призов. В завершении мероприятия дети фотографировались на память с любимыми героями мультфильмов. И вновь о праздниках. Задумайтесь, если есть день города, то почему бы не отметить день улицы или двора? Именно этим вопросом задались жители улицы Чайкиной. И, конечно же, ответили на него утвердительно. На территории комплексного центра социального обслуживания населения Артемовского района уже по сложившейся традиции состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню улицы Лизы Чайкиной. Отметим, в этом году праздник прошел в рамках фестиваля народного творчества «Уральские самоцветы». Организатором праздника также традиционно выступил комплексный центр. Торжественным открытием программы стали слова приветствия и поздравлений заместителя главы администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Сергея Темченкова. Искренне поприветствовал всех гостей праздника и директор комплексного центра Сергей Халямин. Рады, когда вы у нас бываете не только на празднике, но это праздник Лизы Чайкиной. Это дань памяти, подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Желающих принять участие в праздновании Дня улицы Лизы Чайкиной действительно с каждым годом становится все больше. Ведь здесь царит самая душевная дружеская атмосфера. На этот раз у гостей праздника была возможность получить массу положительных впечатлений не только во время концертной программы, но и в продолжение мероприятия. Программа мероприятия включает в себя концертную программу, мастер-классы творческие, мастер-классы по настольным спортивным играм, небольшие соревновательные элементы в настольных спортивных играх. Ну и, наверное, самой главной частью нашего мероприятия является интеллектуальный квест, посвященный году экологии. По словам организатора праздника, в рамках квест-игры участники прошли пять этапов, на которых они с огромным интересом решали предложенные задачи, проявляя при этом свои знания, жизненный опыт и смекалку. Праздник улицы Лизы Чайкиной с такой насыщенной программой мероприятие, безусловно, понравился всем. Гости искренне благодарили работников комплексного центра за этот замечательный день. Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ утром с 8 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30, а также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru В студии был Алексей Соломаха. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok